Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня уже 10 апреля и у нас холод стоит вообще собачий. Вот утром выходишь, земля в кость. В лужах вода замерзшая. Температура так и держится, начиная минус 3, минус 2, минус 4. Но в это самое время уже пора поговорить о том, как я готовлю грядки. Вот для выращивания рассады в тоннелях. Будет как раз вот на этом месте. Я сейчас вам расскажу и расскажу, как я выбираю дату, когда я буду высаживать. Когда вот сейчас стоишь, вот такой холод, даже не верится, что через 2 недели здесь у меня будут расти уже томаты, молодая рассада. А это будет именно так. Сейчас скажу про теплое окно. Вот смотрите, в апреле у нас всегда, каждый год, в средине или чуть во второй половине апреля существует такое теплое окно, когда стоит вот жаркая-жаркая погода. У нас в том году даже за 20 было, то ли 25, то ли 24. И в этом году я тоже посмотрела прогноз. Конечно, прогнозы синоптиков, они у нас не очень точны. Но вот эти глобальные понижения и повышения, они все-таки отображают. Я вот сегодня смотрела, что еще 17 апреля у нас будет ночью минус 3, минус 4. То есть еще целая неделя в запасе. Потом уже 18 будет ночью 0. Это я про ночные говорю. Потому что нам главное, чтобы ночная была теплая хотя бы неделю. Чтобы грунт прогрелся. И 19 апреля начинается резкое повышение температуры. Днем плюс 7, ночью плюс 15. Я еще раз напомню, пусть это будет не с точностью до плюс-минус 2-3 градуса, но видно, что вот график идет вверх. 20 уже ночью плюс 9, плюс 16. И вот такая температура будет держаться в течение 10 дней. То есть днем будет 19, 20, 22 и ночью плюс 9. Вот это самое то теплое окно, которое мне нужно для того, чтобы успеть высадить, запаковать, прикопать. У них там создаться за счет этого солнца вот такой купол там внутри теплый. И потом уже дальше я смотрю, там будет и 0, и минус 1 в мае. Им это уже будет не страшно. Все, про теплое окно я сказала. Вы, может быть, не замечали, но вот кто занимается огородом, понаблюдайте. Я уже 10 лет наблюдаю вот за этими, за перепадами температур. В апреле всегда есть вот это окно теплое, когда прям хорошая погода, как летом, раздеваемся все, а потом раз опять, потом будет и снег, и заморозки, все будет, но нам это уже будет не страшно. Ну вот пока у нас не теплое окно. Так, теперь как я готовлю грядку? Многие, очень много вопросов было зимой, рассказывать зимой было некогда. Многие спрашивают, теплая ли эта грядка, то есть накладываю ли я сюда вот эту траву осенью или что? Нет, грядка не теплая, грунт будет абсолютно голый. Потом, меняю ли я место, вот тоннели на одном и том же выращиваю каждый год или там севооборот какой-то вот этот соблюдаю? Нет, соблюдать севооборот у меня нет возможности. У нас всего 6 соток, вы видите, что все впритык. Вот уже соседи забор, вот уже дом, вот там соседские тоже. Мне никак не поменять, я сразу говорю, что я все томаты выращиваю в течение 10. И 20 лет все на одном месте. В теплицах, вот как поставили теплицу, там томаты и томаты. Тоннели, вот на одном месте, где я выращиваю томаты, я выращиваю сначала томаты, рассаду, потом на этом же месте будут мои расти томаты домашние. Так как севооборота нет возможности соблюдать, просто добавляю немного сюда земли. Вот сейчас куплю машину земли, свежей такой полевой, и муж с сыном потом попозже мне немножко сюда раскидают. Потому что, конечно, грунт истощается, он беднеет. У нас и так песчаная почва. Все, про грунт я сказала, никаких теплых грядок, ничего не делаю. Сейчас какие у меня вот за эту неделю работы должны быть? Я сейчас сгребу, уберу все растительные остатки, расчищу. Это можно делать и сейчас. Но копать еще рано, потому что у меня почва такая как бы грязь, жидкая. Видите, я ничего не убирала с прошлого года, я только эти полышки выдернула томатные, и сами томаты. Вот эта трава, все это надо зачищать, убирать. Потом перекопка. Хочу сказать, что заранее копать я бы не рекомендовала, потому что у меня был такой плачевный опыт. Я один раз вскопала все за неделю до высадки, разровняла все, вымерела. Но так как стоит такая солнечная и острая погода в этот период, верхний слой грунта весь высох. Мне пришлось из дома таскать землю, чтобы потом ее увлажнить. Теперь я поумнее. Я сейчас расчищу, всю эту траву сделаю. Она стоит до самого время высадки. Если я, например, на завтра намечу высаживать в тоннеле, то сегодня я буду копать. То есть не раньше, чем за день. Я вскопаю, разровняю и все. На следующее утро прихожу на готовую грядку и сразу начинаю высадку. Потому что грядка должна быть готова. Это для того, чтобы желательно в один день засадить, укрыть, закопать. Но у меня так никогда не получается, потому что я в одно лицо работаю. И у меня вот в прошлом году я половину грядки посадила, а половину на второй день оставила. Потому что это очень сложно, полторы тысячи семенцев, надо дырочки делать, надо дорожки. Поэтому я выбираю тот период, когда в день посадки, ночь последующая, чтобы было хотя бы плюс 10, плюс 12, чтобы оставить их без укрытия. Одну или две ночи они простоят. Вот именно в это теплое окно. Потом я их укрою. Потом пусть будет холодно, пусть будет там ноль. Как уже повторяю, пусть будет минус один. Если у них произойдет сцепкость с землей, если они укоренятся, им это не страшно. Они там надышат, солнце нагреет. Но вот в первый день, когда я высаживаю, я стараюсь, чтобы ночь была теплая. Потому что вот последние 2-3 года, ну не успеваю я грядку высадить. Не получается у меня физически. Может быть кто молодой там, пошустрее, может быть высадит в один день. Потому что все это сложно, это делаем один раз всего, всю эту посадку. Потом они сами будут расти. Про полив многие спрашивают, как вы поливаете. Не поливаю их ни разу. Они сидят в этом закупоренном тоннеле. Почва влажная, этого хватает. Там влага никуда не девается, она там и остается. И без единого полива они прекрасно вырастают. Я потом вам все это покажу, расскажу. Сейчас про землю. Вот основные вопросы, которые приходили. Теплая или грядка? Нет. Грядка простая. Проливаю ли я кипятком? Грею ли я как-то специально? Нет. Опять же, во время этого теплого окна, когда наступает ночью плюс и днем плюс, почва на солнце, она сама прогревается. Нам нужно всего вот такой слой. Рассада маленькая, всего 5-6 сантиметров. Ну и там запас. Вот если 10 сантиметров прогреется, нам этого достаточно. Там внизу может быть и лед еще, что вполне возможно. И даже скорее всего там она не прогрета. Если вот так воткнуть какой-то штырь, мы когда дуги вставляем, он вот так заходит, дальше нет. Потому что там еще лед. Все-таки сибирский регион, никто не отменял вот этот вот промерзлый грунт. Но верхний слой 10 сантиметров прогрелся, им этого достаточно. Специально для этого выбираю сорта низкорослые, которые не нужно заглублять. Вот они вот такие коротышечки. Специально выбираю сибирские неприхотливые, чтобы вот в таких условиях, как бы казалось бы, экстремальных. Некоторые в апреле даже в теплицу боятся высаживать. Я сама вот эти высокорослые инденты высаживаю только в конце апреля. И то не всегда, даже иногда в начале мая. Птицы вообще заглушают. А эти, они растут нормально. Все расчистила. Прогревается земля. Наступит период вот этого теплого окна. 22-е там. 20-е, 21-е, 22-е. Вот в этих числах буду высаживать. Выйду за день, перекопаю метр рабочая поверхность. Заранее приготовлю дуги сюда приношу, чтобы потом не бегать, не искать. Пленка тончайшая. Самую тонкую пленку и самую тонкую нитканку. Первые вот два слоя нитканка и пленка. Как буду делать, потом все расскажу. Делаю по длине теплицы 8-метровую. Значит, пленки беру 10-12 метров примерно, посажу, дуги вставлю, пленку накину, бороздки закопаю. И будут они целый месяц там сидеть. Вот в конце апреля, если я высажу, в конце мая уже, во второй половине мая я их открываю. Они уже большие к этому времени. Тогда уже им требуется полив, потому что там верхний слой земли, скорее всего, за это время пересохнут. И, судя по погоде, иногда они остаются открытые до июня, а иногда, когда заморозки, я на ночь их закрываю. Вот это такой немного более подробный рассказ о том, как я готовлю грядки под тоннели. Ничего специального я не делаю. Просто чищу землю, раскапываю, высаживаю и укрываю. Выращиваем по тому же принципу, как мы высаживаем, например, перцы под пленочку, томаты под пленочку. Только здесь мы делаем герметический термостоннель. То есть я все-все вот эти края пленок прикапываю землей, чтобы вообще не было никакого сквозняка, никакого поступления холодного воздуха. Там создается микроклимат, очень благоприятный для роста рассады. Вы увидите, как она там хорошо растет. Она там толстая такая, зеленая. Она на солнце постоянно с утра до вечера. Она в такой прохладной атмосфере, что она не вытягивается, не жирует, ничего. Ну, короче, идеальные условия. Если заморозки, то по периметру первые ряды, вот с торцов и вот так, могут подмерзнуть. Но это издержки производства нашего сибирского огородничества. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это видео специально для тех, кто хочет попробовать как-то вырастить вот такую большую, огромную массу рассады, чтобы огород использовать как дополнительный источник дохода. Дерзайте!